Тарлы конкурментарии Тесерка, зовут Меркетурсен, Портисна, Арман Грандам, Московской конференцией, Витеда. Уважаемые коллеги, только что завершилось заседание правительства, где рассматривались вопросы развития агропромышленного комплекса, а также вопросы задолженности по заработной плате. У вас здесь возможность задать вопросы вице-министру здравоохранения и социального развития Нурбетова, Бежанна, Альберкула, а также вице-министру сельского хозяйства Лисаевой, Губере, Сутанбайли. Пожалуйста, открыли вопросы. Продолжение следует... 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 себя обязать, несмотря на все трудности, не сокращать своих работ. Но, тем не менее, ситуации на некоторых предприятиях бывают сложнее. Сегодня то, что вы говорите, у нас порядка 15 800 человек, они находятся, скажем так, в гибком режиме рабочего времени. Кто-то находится в отпуске без сохранения заработной платы, кто-то работает неполный рабочий день, кто-то временно не занят из-за простое предприятие. О поддержке, о которой вы говорите, я понимаю, мы в декабре прошлого года внесли изменения в дорожную карту занятости и предложили новые инструменты, учитывая международный опыт, где в таких случаях государство различными инструментами, скажем так, субсидируя зарплату работника, поддерживает работника. Мы этот инструмент, он как бы нормативно есть. Мы сегодня, в этом году хотим это пилотно реализовать. Суть его заключается в том, что на крупных промышленных предприятиях, которые, скажем так, являются системообразующими в регионе, если работодатель все-таки вынужден идти на сокращение, то мы государство, органы занятости предлагаем ему не сокращайте работников, вы сократите только рабочее время, скажем, с 8 до 6, например. Вы платите ему зарплату за 6 часов, а за 2 часа, которую работник потеряет, мы субсидируем какую-то часть зарплаты. Мы этот инструмент сейчас на стадии реализации, мы по всем регионам у нас поступили заявления, мы встретились с предприятиями, изучились на сегодня 11 компаний, где 3200 человек сейчас у нас подпадает под эту норму, и мы хотим в пилотном режиме это субсидирование начать. Осталась одна процедура по регламенту, мы должны просто утвердить перечень этих предприятий. Касательно вашего вопроса об организации семейных откормочных производств, то хотелось бы сказать, что вообще идея вовлечения личного подворного хозяйства, она базируется именно на развитии кооперации. И это будет касаться всех направлений, это и производство молока, производство мяса и овощей. И здесь предусматривается несколько видов государственной поддержки, начиная с микрокредитования. Сегодня вот как раз таки рассматривала этот вопрос о том, что для тех кооперативов, которые будут вовлечены представители ЛПХ, для них будет как раз таки предусмотрен новый уровень лимита. Эта планка будет доведена до 16 миллионов тенге, что позволит каждому члену такого кооператива без залога приобрести через систему микрокредитования необходимое оборудование, технику для того, чтобы проводить сельскохозяйственные работы, связанные с выращиванием, производством. И самое главное, что они могут кооперироваться и организовать сбыт, доставку, реализацию этой продукции на перерабатывающие предприятия. Более того, участие в кооперативах позволит им получить доступ к таким видам государственной поддержки, как субсидия. Это субсидия на конечную продукцию, субсидия на селекционно-племенную работу. И здесь мы еще говорим о том, что необходимо, конечно, будет решать вопросы с качеством продукции, потому что это одно из условий перерабатывающих предприятий. Но вот приведу пример, допустим, по молоку. Сейчас есть очень хорошая программа субсидирования затрат молокоперерабочных предприятий. Так вот, они готовы брать молоко, которое будет поступать от таких кооперативов, для глубокой переработки на сливочное масло и мягкие сыры. Как раз-таки по этим видам продукции у нас существует определенная импортозависимость. А во-вторых, мы можем дозагрузить простаивающие мощности где-то 40% мощностей молокоперерабочных предприятий у нас сегодня недозагружены. Такая же картина у нас по мясокомбинату. Вот вовлечение ЛПХ в такие кооперативы, она позволит использовать их потенциал и загрузить наши перерабатывающие предприятия. И вот система микрократегирования и субсидирования, она поможет в данном случае обеспечить, во-первых, надежную поддержку нашим фермерам, а во-вторых, как вы сказали, не повлиять на рост цен, которые, вы говорите, будут связаны с удорожанием себестоимости производства. Первый вопрос у меня по ЗКО. В Западной Казахстанской области на прошлой неделе болел скот, не могли выявить, какое заболевание. Можете ли вы прокомментировать это? И второй вопрос у меня уточняющий по поводу скотожигательных печей. Почему вы называете эту систему новой, в то время как они были закоплены еще в 2013 году, они еще не используются? Используются ли они уже? То есть почему система называется новой? И второй вопрос у меня к МЗСР. Мы заслушали данные по областям, получается, по общей задолженности. А можете ли вы уточнить, в каких отраслях больше всего задолженностей и с чем это связано? Спасибо. Естественно, общая задолженность, текущая, просроченная, она у нас анализируется и по отраслям, и по причинам. И если говорить по отраслям, то практически 46% всей задолженности это представляет промышленное предприятие. Это понятно сегодня. Проблема больше сталкивается именно промышленное предприятие, которое ориентировано на экспорт, которое производит именно экспортоориентированную товары и продукцию. И на втором месте у нас строительный сектор, это 16%. Касательно трупосжигательных печей, инсинераторов, почему мы называем это направление новым? Потому что с 2013 года только был начат закупа таких печей. На сегодняшний день в Казахстане имеется 327 таких инсинераторов. Причем согласно нормам, которые были разработаны министерством, для ветеринарных станций, которые работают на уровне района, предусмотрены печи стационарной загрузкой 1 тонна и передвижной загрузкой 500 килограммов. А для ветеринарных пунктов, которые работают в сельской местности, предусмотрена печи с загрузкой 500 килограммов. Почему только эта программа начинается? Потому что закуп идет поэтапно, и на сегодняшний день, вы знаете, что создано 199 ветеринарных станций и 2338 ветеринарных пунктов. Поэтому, чтобы обеспечить их, мы ежегодно проводим такие закупки. Но сегодня поступило предложение, что для более оптимального расхода средств и более эффективной борьбы с очагами болезней животных принять решение о том, что необходимо закупать печи большей мощности, 3 тонны загрузки, чтобы они были передвижные, те, которые на сегодняшний день уже пилотно опробированы в республиканском противопезитическом отряде. Использование таких печей позволит, первое, уйти от затрат, ежегодных затрат, которые выделяются акиматами на содержание обустройства скотомогильников, чтобы избежать создания новых. А второе, это позволит оперативно ликвидировать очаги. И самое главное, уничтожать вирус особо опасных животных без каких-либо рисков того, что пепел, который будет использоваться после этого, он безопасен, то есть не будет риска распространения возбудителя. Вы знаете, что на сегодняшний день по многим видам особо опасных болезней возбудители живут очень долго. Например, в сибирской язве 100 лет он может находиться как в почве, так и в остатках биологического характера. Относительно Западно-Казахстанской области, да, действительно поступило сигнальное сообщение о заболевании скота. У нас создана комиссия, комиссия выехала, работает на месте по изолированию, по отбору проб, работа продолжается. Массово поддержать животных нет в данном регионе. А чем они болеют, заболеют? Есть подозрение, вот комиссия работает, комиссия выехала. Подозрение на что? Подозрение на сибирскую язву? Нет, нет, нет. Подозрение, заболевание скота. Ну какое? Ну нет пока еще окончательного диагноза. Нет, но если подозрение... Комиссия выехала, есть факт заболевания скота, повышение температуры. И выехала комиссия, выяснить будет диагноз. Просто те первые клинические признаки, которые на сегодняшний день зафиксированы, они соответствуют нескольким видам болезней животных. Для того, чтобы уточнить диагноз, на сегодняшний день начаты лабораторные исследования. По их результатам, это бактериология, мы вам скажем окончательный диагноз. И, соответственно, будет принято решение о вакцинации и лечении этих животных. У меня вопрос к представителю Министерства здравоохранения и социального развития. Вашим министерствам публиковались данные, статистические данные по пострадавшим именно Карагандинской области и случаи с летальным исходом. Назовите, пожалуйста, цифры в целом по стране. Сколько пострадавших людей, сколько с летальным исходом именно на сегодняшний день? На 1 июля 2016 года по стране число граждан, которые пострадали на производстве, 652 человека. Из них 81 человек, к сожалению, со смертельным исходом. В областном, мы можем прямо сейчас вам дать в разрезе областей бумажных. Специалисты здесь, на память я вам не скажу. Дорогие коллеги, на этом мы завершаем нашу работу. Благодарю всем за работу. До скорых встреч.